Доброе-доброе утречко! Как у вас в делишке? Напишите в комментариях, что делали, чем занимались, что будете делать. Еще-еще интересно. Я приготовила на завтрак сырники. Кирюха уже, конечно же, поела и пошла заниматься. Я ее сегодня еле разбудила, хотя у нее сегодня уроки начинались не в 9.30, а в 10.15. Дала ей максимально долго поспать и уже прям перед самым уроком говорю, вставай, потому что мне нужно идти с собаками гулять. А я не могу пойти с собаками гулять, пока она не встанет, потому что знаю, что если я пойду гулять, она останется дома и она уснет. Так, в общем, я буду завтракать. И знаете, что я еще буду делать? Очень-очень важную и интересную вещь. Короче, я снова вчера же лазила и искала свой Halloween и вспомнила, что у меня есть английские карточки. Вот такая вот коробочка, вот такие вот карточки. Уровень А2. Что это такое? Я сейчас вам расскажу. Это вот такие вот карточки. На одной стороне написано английское слово и английская фраза. На второй стороне написано русское слово и русская фраза. Вот, например. Например. Я уже все позабывала, представляете? Вот реально. Крыша. A roof. Люк на крыше. A sunroof. Положите багаж на крышу машины. Put your luggage on the roof of the car. Вот знаете, у меня вроде бы как все нормально. Я слова, в принципе, неплохо знаю. Но вот фразы, особенно вот эти всякие артиклы, которые надо повставлять, типа он, типа дэ, типа ов, типа из, типа э, я их вечно забываю. И вот так вот постоянно нужно проговаривать, проговаривать, проговаривать. И потом уже те фразы, которые ты хорошо запоминаешь, ты их откладываешь и берешь новую стопочку. И таким образом начинаешь там заново учить. Носить. Вот, не то взяла. Вот так вот. Носить. To carry. Я несу сумку. I carry a bag. Правильно. Я всегда ношу зонтик. I always carry an umbrella. Вот, an umbrella. Вот, а зачем вот эти вот штуки? Э, э. Короче, надо заниматься, надо делать дела. А также я сейчас пойду на новую почту, потому что мне на новую почту пришла посылочка. По идее, Кирюша пришла посылка, и на самом деле безумно быстро. Я заказывала с Алиэкспресс, еще и две недели не прошло, как я заказ делала. И вот она уже на новой почте меня ждет. Я просто надеюсь, что это моя посылка, которую заказывала я, потому что, по идее, по кодам это мое. Вот, там Кирюшке сюрприз маленький, который она хотела. Ну, такой прям не вау-вау-вау, но сюрпризик есть. В общем, что я могу сказать? Отстань от меня. Собака хочет тоже посмотреть, что я ем. Но вы уже поели, вы ничего не получите. Я хочу сказать всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Хорошего настроения, замечательного дня. Мира, добра, не болейте. Темочки и лавушки вам. Что такое? Ой, как-то же хочу. Ой, вообще, как хочу, не могу, да? Страх и ужас. Да. А ты решил меня с пальцем съесть? Это-то моя еда. Всё, Добюшка, ты же знаешь, что я со стола ничего никому не даю. У меня правила. Кушаем снега шерсть сегодня везде. У меня правила. Собаки кушают со своей тарелки. Мы кушаем со своей тарелки. Потому что если им постоянно со стола давать, они вечно вот так вот и будут колбаситься. Тера не колбасится. Шанти вообще в другой комнате. А один Доби ещё не привык. Всё думает, что ему что-то перепадёт. Когда поймёшь, что ничего не перепадёт, будет разворачиваться и уходить. Всё, я кушаю. Я, кстати, не помню, показывала вам или не показывала, куда я приклеила табличку, которую я всё-таки вчера нашла, которую я искала, хэллоуиновскую. Она у нас теперь висит на холодильнике, только у нас раньше была денджер, потом денджер у нас сломалась, и мы ходили, покупали, и денджер не было, было только кетчум. Поэтому теперь она у нас висит здесь, и я не знаю, возможно, она тут вообще будет по жизни висеть, кто его знает. Я пошла. Куда пошла? Вы знаете, куда я пошла, потому что я уже вам говорила. Ах, пойду-ка я всё заберу, зайду-ка я ещё в один магазинчик. В общем, let's go. Купила стиральный порошок, очень хорошая скидка была, поэтому взяла стиральный порошок и шампунь. Кстати, до сих пор не могу найти кондиционер именно вот этой вот фирмы, именно вот этой вот серии. Шампунь есть, кондиционеров нигде нету. И посылочку, Кирюхи. Зайка, у тебя идут уроки? Нет. Держи. Тогда держи. Это для тебя. Сейчас узнаешь. Я надеюсь, подойдёт. Я надеюсь, я заказала то, что надо. И у нас не будет снова пополнения ненужных вещей. О, это чехлы. Смотри. Сразу, наверное, телефон бы взяла. А у меня телефон не взял. Пока что. Что ты делаешь с такими мелкими кусочками, Кира? У тебя же есть ножик специальный для распаковки. Я даже не знаю, где он. У тебя в этом. Прозрачный. Ну, ты же хотела себе прозрачный такой вот беленький прозрачный чехольчик. Алиэкспресс то работает? Да. А я не знаю. Так, а этот? Этот, по-моему, тоже какой-то такой, но он интересный. Ну, этот понятно, а этот как? Сейчас узнаешь. Где твой телефон? Ну, телефон же нужен. Специально нужен телефон. А ну, ух ты, покажи. Он такой прикольный, он такой матовый. Матовый, а не матовый? Матовый, посмотри, какой матовый, клёвый. А тут, да. Ну, Мерей. А это, 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 это подставка. Кого? Давай, Мерей. Хоть на твой телефон? Да. Ого, как тяжело заходит. А чем так тяжело заходит? Не знаю. Я пою за телефон. О. О, отлично, встал. А ну, покажи, дай быстрее. А это, смотри. Как же тут надо сделать с него. Ну? Ты что взяли? Ну, да. Вот эту штучку. О. О. Попробуй, попробуй, попробуй. Клёво. Клёво. Такое. Да. Да. Смотри, какой классный. Только как я снять. Снять? А ты хочешь другой померить? Да. Ну, а этот такой простенький. Ты пока тот одевай. А ну да, я этот покажу. Короче, вот такой вот чехольчик. Обычный, прозрачный, белый. И здесь подставочка. Но почему-то я, по-моему, заказывала, что здесь ещё был зарядка тебе для быстрой зарядки. Хотя Кира ей пользуется так часто. Это когда я была с Кириной телефоном, я всегда заряжала на быстрой зарядке. Кирюха нет. Ой, слушай, так красиво. И камера, самое главное, что спрятана, потому что на 13-м айфоне камеры выпуклые. Только на всех телефонах камеры выпуклые. Ну, у меня не такая выпуклая, у тебя ещё больше выпуклые. На 14-м, по-моему, там ещё больше выпуклые камеры. Да. Ну как? При камере, при камере. Какой больше нравится? И так, и так. Ну, и пока в этом буду. В каком? Вот в этом. Дай посмотрю. Красиво, красиво. Да, беленький очень красивый. А сюда можно что-то вставить. Ты же хотела там фоточки или что-то такое, наклеечки. Ты же специально хотела себе прозрачный. Вот и всё. Слушайте, а у меня такая история произошла. Я только что на новой почте увидела человека, которого знаю миллионы лет. И представляете? И со мной нездороваются. Да, Кира? Вот так. Вот так бывает. Ладно. Тут такое дело. Не столь важное. Фу-фу-фу. Значит так. Знаете, что я сейчас буду делать? У меня в духовке есть стекло, которое со временем, в общем, превратилось не в стекло, а в кошмар, кошмарный ужас. У меня вот такое вот стекло в духовке, и я его сейчас пытаюсь отмыть. У меня, правда, ничего не получается. Я уже нож ступила об эту штуку. Но, смотрите, у меня выходит его всё-таки почистить. Но для этого мне нужен вот такое средство, которое у меня сейчас заканчивается. Пойду его куплю. И ещё мне нужна металлическая губка. Именно металлическая мочалка. И я сейчас вот это вот всё очищу и сделаю красоту. Потому что вот это стекло я уже очистила. Оно у меня чистенькое. А вот это нужно привести в порядок. Я, на самом деле, уже много раз пыталась это сделать. Но сейчас взяла вот этим средством, заморчила где-то на минут 15. И смотрю, оно потихоньку, медленно-медленно, но работает. Но для этого мне нужна металлическая губка. Поэтому сейчас я эту металлическую губку пойду в магазин приобрету. И буду сегодня, наверное, снова портить свой маникюр, который я вчера сделала. Но я его уже испортила. Ну да ладно. В любом случае, мне нужно его исправить. Я поняла, что его исправить можно, потому что я уже хотела новое стекло покупать. Потом думаю, что я буду покупать новое, когда можно исправить это. У меня и так сейчас покупать и покупать на эту кучу всего. У меня пылесосы все сломались. Остался только вот этот вот пылесос. Ручного уже нету. А вот с этим у меня вообще беда случилась. Он у меня не засасывает. Я вчера говорила, что он в воду у меня постоянно течёт. Но он не течёт. Он просто-напросто не засасывает вот сюда вот воду. И я не знаю, что с ним произошло. Короче, он просто не всесёт. Ну просто не всесёт. Блин, ну это какая-то просто жесть с этими пылесосами. Я же уже говорила, да, что мне мою технику всю кто-то сглазил. И она в какой-то определённый момент просто вся начала у меня лететь. Вот. Поэтому сейчас у меня, знаете что, ручки работают и всё остальное. Но ничего. Я просто вчера сидела, такая села и думаю, блин, война. Зарплата стала меньше, техника вся полетела. И думаю, наша песня хороша, начинай сначала, как это говорится. С чего я начинала? С того я начинаю сейчас с самого вот начала. Вот реально. Просто сидела вчера и грустила по этому поводу. Потом думаю, так, нет, нифига. Мы грустить не будем, ничего страшного. Бывают в жизни проблемы, бывают в жизни перемены. Сломался, значит, надо будет что-то делать, чтобы новый приобрести. Значит, что надо делать? Работать, работать и работать. Правильно, Кирюха? Не знаю, о чём это. А это лично кушает. Всё, я оставляю этого кушающего ребёнка. И иду за губкой. За губкой и за средством. А ещё сделала тут такой разгром-погром собакам. Что? Куда ты хочешь? Мне нужна губка металлическая. Губка металлическая нужна. Короче, перекинула всех собак сюда. Подняла матрас, потому что сейчас хочу забросить в стирку. Их покрывала. Как это говорится, надо приводить потихонечку всё в порядок. Хоть я каждый день это делаю, но, ребята, таке житя я, кто кажется. У меня постоянно что-то происходит. У меня постоянно где-то нужно что-то поубирать. Я не представляю, что бы я делала, если бы я жила в гигантском доме. Не, ну, наверное, если бы я жила в гигантском доме, собаки бы, наверное, жили бы где-то в отдельной комнате, в своей личной, где там бы. Я только там, наверное, убирала. Потому что, я же говорю, если бы не было животных, не было бы проблем, реально не было бы проблем. Вот, например, вчера, позавчера они на этом покрывале кушали косточку. Покрывало начало вонять, я его постирала. Сейчас хочу постирать подстилку. Потом нужно будет стирать лежанки. Короче, постоянно надо что-то стирать. И вот это сейчас стою, жду, когда Кира выйдет со своего кабинета, в котором она просто вечно находится. Она или на кухне, или в кабинете. Ты там не была, да? Ты там постоянно находишься. Ты или здесь с тостером, или в кабинете с телефоном. А что мне ещё делать? Уроки. Я в кабинете без телефона была. Вау. Кстати, смотрите, сейчас я покажу. Подождите, сейчас включу свет. Вот. Твой макияж показать. Повернись. Очень красивый сегодня макияж. Я не могу. Я, короче, накрасила, как всегда, коричневым по носу. Я, кстати, тоже сюда вот этим цветом крашу себе. Видишь, у меня же такой же макияж. Вот, смотри. Ну, у тебя какой коричневый? Нет, тоже красненький. Красный? Да. Ну, какой розовый у тебя? Ну, у меня розовый, но он такой. Вот такой вот цвет. И розовый, светло-розовый блесток. Это с большой палетки ты брала? Да. Я тоже с большой палетки. Но у тебя не ярко. У меня прям ярко. Я не знаю. Мне почему-то не нравится. А мне нравится. Очень круто. Мне кажется, если я накручусь и оденусь, то будет красиво. Ну, не знаю насчет накручусь, но если ты оденешься, то да, будет красивее. Ладно, я пошла. На улице солнышко вышло. Как приятненько. Как приятненько. Я ничего не сделала, мне нужно, чтобы оно разъело вот это все, что на этом стекле. Смотрите, 134 гривны. А в АТБ я взяла за 110. Так, ну мне нужна губка. Боже, я нигде не могу найти металлический губок. Это какая-то уже печалька. Это мне не подходит. Мне нужно просто металлическое. Их нет. Уже третий магазин. А, есть. Вот. Она какая-то слабенькая. Еще и на ручке. Что-то я уже немножко подзапыхалась. Я вам честно скажу, с утра уже столько побегать. Полвторого. Ну, в общем, что я взяла. Я взяла вот такой вот силан, огромный-огромный. И мне запах не нравится. Очень нежный, не сильно ярко выраженный. В общем, приятный. Он типа детский. Вот. Ну, нормально. Ребята, купила огурчики. И купила помидорчики. Я дарила что-то все свежее. Хочется уже чего-нибудь такого солярненького. Потом, конечно же, взяла средство. Губки. Надо для посуды. И что еще? Тряпочки. Это тоже для стола. Просто дополнительный. И я купила, наверное, всевозможные губки, какие только есть, для того, чтобы очистить мне это стекло. Я взяла вот такой вот металлическую губку, не знаю. Потом я взяла вот такую вот. В общем, это знаете как? Я зашла в четыре магазина. И в четырех магазинах я накупила разные. Потом взяла вот такую вот. Она, конечно, спидголовая. Я не знаю, что она у меня очистит. И вообще получится ли у меня вот этой вот штукой что-то почистить. Она очень мягкая. Вот это вот тоже какая-то она не сильно жесткая. Ну, в общем, я попробую. И еще... Тера, перестань. Это снег сидит на столе. А Тера, видите, на полу. Фу! Тера, нельзя. Тера, нельзя. Я никому еще не даю. Это пакет. Просто пакет. И еще взяла абразивные губки. Вот такие вот. Может быть, вот это у меня получится быстрее. Еще металлическое. Вот у меня купила. Фу! Всего, чего можно. Теперь нужно все это замочить, дать ему отстояться и шкрипсти, шкрипсти, шкрипсти. Она просто сходит с ума, эта собака. Просто сходит с ума. Нервы у нее сдают, потому что снег на столе, а собака, видите, на полу. Так. Что у нас здесь? В общем, видите, как оно? Еще до конца, но уже легче. Замачиваю вот так, потому что оно по-другому у меня не получается. Оставляем на некоторое время и потом трем, трем и трем. Ребята, я надеюсь, что у меня получится это все сегодня отмыть. Я, честно сказать, уже давно, не давно, а много раз пыталась, много раз отмывала, но у меня ничего не выходило. Но я, правда, это все пыталась сделать только средством без губок металлических. Я когда-то хотела стекло поменять. Вообще, я когда-то хотела плиту поменять. Видишь, какие они белые? Кира показывает кудри, какие получились. Они разные. Из той плойки, которая у нее есть. А вот это вообще, я не знаю. Ну, ты знаешь, вот это красиво. Вот эта сторона очень красиво получилась. Именно вот эта сторона. Эта сторона почему-то... Вот эта, да. Она всегда так... Где-то красивая, а где-то нет. Сейчас, у меня есть прядки, которые вообще такие смешные. Вот эти вот. Вот эта вот, например. Смотри. Прямая. А ты думаешь, другая плойка сделает лучше? Должна. Я на самом деле уже... Стоп, стоп, показывай. Показывай, смотри, как я сделала. Очень красиво. Класс. А теперь лаком так, фу-у, пройдись. Лак, кстати, есть. Я уже много смотрела плоек. На самом-то деле. Много смотрела разных видов. Но я... Для меня они вообще все одинаковые. Я реально не знаю, какой из них нужно, какой не нужно. В общем, получается, типа, должна быть одна, как я поняла, конусная, да, Кира? Кого-кого? Конусно, а вторая обычно. А тебе плойка за живым или без? Я не знаю, но мне надо было... Вот это вот и дело... Ты можешь на меня повернуться? Я не могу со спиной разговаривать. Каждый раз, когда я с ней разговариваю, она поворачивается ко мне спиной. Ты видишь, что такое длине, которое получается? Ну, красивое. Но это некрасивое. Так какая тебе нужна... Ты можешь мне найти, показать? Я не могу найти, так как я не знаю, где искать. Я просто сказала, плойка, которая может сделать большие кудри такие в интернете. И которая может сделать такие маленькие кудри. Ребята, сбросьте, пожалуйста, Кире в Инстаграм или в её Телеграм-канал, какие существуют плойки, чтобы она себе выбрала, чтобы я хотя бы имела понятие, что она хочет. Потому что я не имею понятия. Для меня плойка это самое обычное. Это плойка нормальная, но она делает именно вот такое вот, знаешь, именно кудряшки. А ты что хочешь? Или вот прям большие, чтобы они были, знаешь, как укладка вот эту, знаешь? Ну, что я тебе показывала? Именно большие. Больше, чем эти кудрики. Ну, и вот эти вот маленькие совсем, которые я тебе тоже показывала. Ну, ты же понимаешь, что у тебя тоже на всю, не возьмётся на всю длину. Я знаю, но на той плойке можно будет и тут тоже накрутить. Потому что на этой там уж ограничений не получается. Всё. Короче, я поняла. Ладно. Плойку найдём. Выключай, пожалуйста, везде свет. Я здесь буду включать. Я пошла дальше чистить своё стекло. А снег решил залезть. Если не в коробку, то в пакет. Если не в пакет, то на пакет. Да, Снежок? Не бесись! Он ничего не получил. Он просто там лежит. Это просто смешно. Никакая из этих губок вообще не помогает. Это вообще ничего не стирает. Она просто вот вообще ноль. Ну, просто как по стеклу ходит. Я не знаю. Тут какой-то, наверное, надо пескоструй, что ли. Потому что вот ножом я тру, но ножом я реально шкребу. И вот ножом оно отшкрябывается. Медленно-медленно оно отшкрябывается. Видите? А, губка вообще просто бесполезна. Ни вот это не помогает. Ни вот это не помогает. Ни вот это вот ноль. Ну, эти хоть полезные они будут для мне, для квартиры. А вот эти металлические сразу же в мусорку пойдут, потому что ими ничего не мою. Купила их специально вот для этой доски. Это из-под стекла. Ну, что ж, придётся вот так вот шкрябать. Шкрябать. Может быть, когда-нибудь я отшкрябаю. Значит так. Руки, конечно, жесть как болят, потому что я их ещё и поцарапала. Мне всё-таки помогла вот эта вот губка. Но я её сняла с этой вот штуки. Вообще бесполезная вещь. Я не знаю, для чего. Она прям реально. Реально сейчас буду всё это потом чистить здесь и выбрасывать. Что у меня получилось? Показываю. Вот такая вот получилась досточка. Конечно, здесь ещё есть некоторые штуки, но я уже просто реально не знаю, как их отмыть. Я уже столько дёрла, но мелкие-мелкие тут ещё пооставались. Ну, уже, короче, есть как есть. Дальше я отмыть не могу. Я его сделала, это стекло. Как могла, так сделала. Реально руки болят. Я довольна. Теперь нужно снять этот весь лак, который у меня пооставался. Который ещё пооставался. Нужно сейчас весь поснимать и, наверное, дать ногтям немного, пару дней отдохнуть. Потому что сегодня я их замучила и руки свои замучила конкретно. Но зато я отмыла. Да. Видите как? Кто сильно хочет, у того всё обязательно получится. Всё. Ногти сняла. Конечно, они вообще после всех этих средств они очень печальные. Но ничего. Немножко проветрится и станет им легче. А вы что тут забыли? Пши-пши. Воняет, да? Воняет средство. У меня там больто постиралось. Я надеюсь, конечно, что оно постиралось. Ааа, куда же я его повешу? Придётся, чтобы вот так оно тут висело. Опять всё позбивалось. Дурацкий пух. Потому что там не могу повесить. У меня всегда куртки на отпаривателе висят. Но сейчас у меня там ведьма стоит, поэтому ничего не выйдет. Собаки бедные. Бедные собаки. Им лежать нигде. Они вообще в расстроенных чувствах. Ну, сушится ваша. Сушится ваша пелёнка. К вечеру высушится. И я вам обязательно постелю. Да. Будь здоров. У меня уже глаза болят. Мне тут один человечек загадал ребус, чтобы я его отгадала. Я уже сижу, наверное, час точно сижу и пытаюсь разгадать этот ребус. И я что-то вообще ничего не понимаю. Особенно в смайликах я вообще ничего не понимаю. Я вообще в смайликах не понимаю. Я смайлики знаю только по своим личным предположениям, что оно значит. И тут уже вот я вот накрутила, намутила. А что оно, к чему оно, понятия не имею. Но я пытаюсь разгадать. Вот реально пытаюсь разгадать. Мне только что позвонили с доставки. Сказали, что сюда едет посылка. У меня Тера там стоит. Ну, ты посмотрите на неё. И не хочет идти. А вон моя доставка уже приехала. Терчик, бегом-бегом, малышка. А сейчас выйдем снова. Пошли. Смотрите, какая красота. Бог ты мой, как же это круто. Это просто нереально. Это просто нереально. Как же это круто. Как же это красиво. Сейчас я это всё поставлю в вазочку. Боже, чуть не убила собственный пылесос. Сейчас ещё письмо надо прочитать. Ну, посмотрите. Красота. Бог ты мой. Бог ты мой. Это нереально. Господи, я до сих пор... Да, короче. Что вам сказать? Вы и так всё понимаете. Что вам сказать? Вы и так всё понимаете. Ваза у меня есть. Так, сейчас красиво всё это выставим. А, помещите. Письмо счастья. Для цветов не нужен повод. Только бы ей угодить. Разве ли не это довод моряшке сердце покорить? Анонимчик. Красиво. Тихо. Так, ну и, конечно же, сюда. Туда. У меня тут уже целая... Скоро будет коллекция пожеланий от Анонимчика. Ребята, это просто невероятно. Это невероятно. Как же это красиво. Это действительно очень-очень-очень приятно. Огромное спасибо. Собаки у меня вообще в шоке. Как это так? Я с ними вышла на улицу и сразу же пришла домой. Идём сейчас на улицу снова гулять. Позже снова их выводить. Позже анонимчик. Огромное спасибо. Это очень-очень приятно. Это очень красиво. Каждый раз у меня нету слов. Каждый раз у меня нету вообще никаких слов. Это настолько вот здесь вот приятно. Это настолько вот здесь вот неожиданно. Это настолько нежно и классно. Огромное спасибо. Просто огромное спасибо. Какая же красота теперь, какая же красота, прелесть, спасибо большое. И знаете что, знаете что, я разгадала ребус, я разгадала этот ребус, я правда разгадала его еще до того, как я получила розы, потому что я по парку шла и такая, белые розы, белые розы, потом у меня в голове песня закрутилась, белые розы, белые розы и беззащитные шипы. И вот это иду, я себе напиваю, 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 и вот уже когда пришла домой, сейчас уже вот выхожу с собаками, и я все-таки разгадала этот ребус, что там было. Знаете что там было, вам рассказать? Там были белые розы, равно 51 штучка. Спасибо. Ох, ребята, выгуляла я собак второй раз, и мне только что позвонил мой брат, что он сюда едет ко мне еще и не сам. Сашка, тихо! Что-то они за ним целый день меня перебивают со своей девушкой и он, и они здесь у меня будут ночевать, представляете? Короче, я сегодня буду спать. Вот там, вот, таке мое життя. Ну, в гостей надо принимать, особенно родственников. Я немного привела квартиру в порядок, чтобы как-то, хоть как-то встретить гостей, которые сейчас придут, а у меня тут вот такой вот настоящий сумасшедший дурдом. Но уже нет, у меня уже все красивенько. И эта красота меня так радует! Я вообще просто, я не могу, я люблю цветы в последнее время. Раньше, если помните, я не любила цветы. А сейчас я понимаю, насколько это красиво, и насколько они создают уют, а также насколько они делают настроение. Особенно, когда их дарят с душой. Спасибо! Это очень-очень-очень-очень-очень приятно. Лёшка идёт. Специально не включаю свет, чтобы они увидели всю атмосферу моего ужаса. Я тут тихонечко спрячусь. Тихонечко-тихонечко. Привет! Как дела? Я специально стою здесь, чтобы вы увидели, как у меня там. Привет! Привет! Я специально не включаю свет, чтобы вы увидели, как здесь прикольно. Ты Хэллоуин. Ты Хэллоуин, да? Да, Хэллоуин. Да, заходи, смотри. Да, Хэллоуин? Да, Хэллоуин? Хэллоуин? Хэллоуин, когда? Скоро. Ну, я уже украсила. Всё, раздевайтесь. А я уже написала Деду Морозу письмо. Вот это ты шустрый. Быстрее меня. Идём, я тебе покажу. Эти тапочки мне все подарил анонимчик. Анонимчик. Анонима, спасибо. Идём. Анонима, спасибо. Идём, я тебе покажу. Смотри, как у меня тут. А ты видел ведьму? Нет, не видел. Подойди, посмотри. Клёво, да? Смотри, вот эта маска, это вообще весь костюм, да? Да. То есть его можно надеть. Да. Но я тебе его не дам надеть. А вон паутина, Сашка, смотри. Паучкини. Аккуратно только. Клёво? А вон летучие мыши. Боже мой, шай. Наверху. Мне как понравилась эта. Ну и акула у нас тоже, да. Видишь, какая красивая. Акула? Акула, акула. Акула, акула. Клёво? Да, очень классная акула. Привет, 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 собаки. Ты там их не лоб зай сильно, они всё равно с тобой спать сегодня будут. Привет, привет, хороший. Привет, привет. Привет. Я вас всех. Всех отдам. И снега. Привет. Маша, у тебя ещё скелет подбеживает. Да, а ещё сегодня будем, знаешь, что делать? Если у нас не выключат свет, будем смотреть фильм вот здесь вот на всю стену. Так, всё. Всех встретили. Всех обняли. Всех поцеловали. День прошёл замечательно. Сейчас я буду вам всем всё рассказывать. И на сегодня вам говорить всем чашки и какаошки. Пока. Я пошла отдыхать. Пока. С Лёшкой, Сашкой и Санечкой. Ты сказал привет, ты скажи пока. Он меня только что тёмал. Он всегда тёмал. Всем пока.